Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты и сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью от 0 до минус 5, в горах местами 5-10 мороза, днем минус 1, плюс 4 градуса, на дорогах местами гололедится. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 1,3 ниже нуля, днем столбик термометра поднимется до плюс 4 градуса. Сложившаяся в этом году ситуация с пандемией не стала помехой в работе Союза художников Карачаева-Черкесии. Этот год был богат на юбилеи. И сразу несколько именитых художников Карачаева-Черкесии стали обладателями золотых и серебряных медалей Союза художников России. О том, кто получил юбилейный медаль и как в целом обстоят дела в Союзе художников, в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет председатель Союза художников Карачаева-Черкесии Халис Атаев. Доброе утро всем. Доброе утро, Халис Магомедович. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Несмотря на всю ситуацию с пандемией, которая сложилась у нас в этом году, Союз художников Карачаева-Черкесии ведет, если можно так сказать, активный образ жизни. У вас было несколько юбиляров. Я знаю, что вы будете вручать им на днях золотые и серебряные медали. Хотелось бы узнать, кому конкретно, кто у нас юбиляры в этом году? Мы юбилейные медали получили Кианце Игорь, Бурлаков Мекер, Данашев Муса, Блемготов Дадаш и Аков Смаилов. Но это действительно все мэтры. Кому-то золотые медали, кому-то серебряные медали. Да. Ну, у нас метров много. Они маэстры хорошие у нас художники. До этого мы еще получили шесть медалей. В общем, всего получается где-то 11 медалей. И на следующий год тоже хотим отправить списки. Хорошо. А почему вы сами себя обделили? Я знаю, что вы тоже юбиляр. Вам 70 лет. Почему вы без медали? Ну, изначально как-то так получилось, что мы успели отправить документы этих художников. А я не успел свои документы полностью оформить. Опоздал на заседание Союза художников России. Поэтому я не успел вовремя оформить. В целом, в Союзе художников как обстоят дела? В целом, в Союзе художников мы участвуем, стараемся участвовать на всех выставках Юга России. Несколько выставок уже прошли. И по республике тоже. Я сам, например, сделал три персональные выставки акварели. В Академии технологическом, Карачаевске, художественно-графическом факультете. И здесь, в детской художественной школе. Вот каждый как-то что-то хочет себя показать. А молодая поросль? Можете что-то сказать о начинающих художниках? Ой, с молодыми художниками у нас очень трудно. Ну, как-то постоянно жаловаться не хочется. Но они, видя наши состояния, что не имеем ни мастерских, ничего абсолютно, никакой поддержки. Вот они это видя, они не идут уже в Союзы. И, возможно, даже в другие общественные, вот такие профессиональные организации. Рисуют на заказ? Ну, они по возможности рисуют, работают. Но идти в Союзы они не хотят. Ну, будем надеяться, что молодые художники вас услышали. Пусть ваш союз художников процветает. Побольше медалей, побольше выставок. Успехов вам. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» с ведущим Ашемезом Пхешковым смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скидки до 80%? Да. Распродажа в 5.85 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 5.85 золотой. Дарите эмоции. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Безопасное лечение катаракты в клинике 3Z. Пройдите диагностику и сделайте операцию всего за один визит. До конца зимы диагностика перед операцией бесплатна. В клинике действуют строгие меры профилактики коронавируса. Запись по телефону 8 800 333 4167. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова